Здравствуйте, мои прекрасные зрительницы, прекрасные хозяйки! Сегодня я поделюсь с вами, прежде всего, сладкой выпечкой, хотя я сюда включила не только сладкую выпечку, я поделюсь с вами легкими, очень легкими рецептами, настолько легкими, что я даже не стала снимать, как я все это готовлю. Это совершенно неинтересно, потому что все, на мой взгляд, очень-очень понятно. Также, потому что очень многие рецепты, они делаются на глаз. Сейчас объясню. Первая речь пойдет вот о таком бисквите. Это шоколадно-кокосовый банановый бисквит. Делается очень-очень просто, является прекрасной альтернативой десерта для вас, если вы стараетесь следить за своим питанием, не за фигурой даже, а именно за питанием. И также является прекрасной альтернативой традиционному сладкому десерту, выпечке не из дома, либо домашней выпечке, где очень много ингредиентов, которые в итоге становятся действительно тяжелой выпечкой и не всегда подходят для детей. И, как говорят в Италии, некрасивый, но вкусный. Это вот как раз-таки вариант такого десерта. Итак, что нам понадобится? Этот рецепт, а также рецепт при помощи груши, родился просто-напросто из-за того, что мои дети едят бананы, берут бананы как перекус на детскую площадку, когда выходят гулять, и очень часто бананы, что называется, понадкусывают, но не съедят. Либо банан забудется в рюкзаке, лежит-лежит и чернеет. Соответственно, я поняла однажды, даже не знаю, как мне это пришло в голову, что если банан использовать как самую обычную базу для бисквита, тесто получается очень нежным, тесто имеет очень интересный ванильный аромат. Так, нам потребуется один банан, желательно банан, если вы берете его из холодильника, чтобы на нем хотя бы появились черные точки. Если такого банана у вас нет, оставьте на ночь банан, положите, возможно, его к яблокам, он, соответственно, дозреет, и вам потребуется действительно прям-таки дозревший банан. Если у вас есть бананы, на которых уже черная корочка, но внутри банан становится сладким-сладким и нетронутый, он вам тоже подойдет. Итак, в тарелку один банан, его необходимо растолочь вилкой. Вы это сделаете очень легко, если у вас нет специального блендера. При помощи вилки очень-очень зрелый банан можно растолочь без всяких усилий. Потом нам понадобится кокосовая стружка. И вот здесь я не могу вам сказать, сколько кокосовой стружки вам понадобится, потому что, если вы сделаете очень много кокосовой стружки, то я потом расскажу, что можно сделать. Если очень мало, то вы увидите и просто-напросто добавите кокосовую стружку. Но на один банан нужно примерно половина стакана кокосовой стружки. Опять же, все зависит от размера банана. Возможно, у вас не один банан недоеденный, а полтора банана. Все в одну тарелку добавляем кокосовую стружку. Перемешиваем. У нас получится достаточно такая тугая масса. В эту тугую массу мы добавим меда. Сколько меда? Если вы хотите очень сладкий десерт, вы добавьте, не знаю, 4 столовые ложки меда. Если вы не очень любите сладкое и не хотите сладкое, потому что банан сам по себе, тем более перезревший банан, он дает уже сладость. Вообще можно мед не добавлять, но я бы для начала, чтобы был рецепт все-таки вкусным, советовала добавить бы хотя бы 2 столовые ложки. Когда вы добавите 2 столовые ложки, вы увидите, что ваше тесто станет чуть-чуть более жидким. Я добавила, просто потому что у меня было, также примерно 5 столовых ложек кефира. Вот у меня остался кефир, муж не допил, я не пью, дети не пьют. 5 столовых ложек кефира примерно было, также туда. И тесто у вас получится уже достаточно тягучим, достаточно, скажем так, мягким, больше похожим на консистенцию сметаны. Добавляем туда какао-порошок. Сколько? Я, например, люблю сочетание банана и какао-порошка, когда оно интенсивное. То есть прям-таки горький шоколад получается у меня. Но опять же, посмотрите, тесто должно быть либо интенсивно коричневым, либо менее интенсивно коричневым. Но я добавляю примерно 2 столовые ложки, может и 3 добавить. Опять же, всё от ваших вкусовых предпочтений, прежде всего, какой шоколад вам нравится. Горький либо молочный. Если горький, добавляйте чуть больше. Молочный чуть меньше. Что также туда добавляет. Тесто у нас достаточно всё-таки ещё не плотное. Мы добавляем небольшое количество муки. Опять же, всё зависит от муки. Если вы используете интегральную муку, если вы используете рисовую муку, Она очень плотная, она потом разбухает, соответственно, она забирает излишнюю влагу из вашего теста. Добавляйте чуть меньше, примерно 4 столовые ложки, если у вас обычная белая мука. Но посмотрите, возможно, и не понадобится мука, но нужно, чтобы тесто стало, скажем так, более густым. Потому что мы понимаем, что при выпечке у нас, скажем так, там ничего пропекаться не будет. Суть выпечки заключается в том, чтобы вот эта вся масса, она, скажем так, подсохла. Поэтому, чтобы ее изначально сделать более сухой, добавляйте муку. 4-5 столовых ложек обычной муки. Чуть меньше потребуется, допустим, 2 столовые ложки рисовой муки, если вы будете использовать. И, возможно, 3-4 ложки интегральной муки. Все, опять же, зависит. Можно добавить также орехи. Орехи предварительно необходимо растолочь при помощи блендера, либо устройства, которое у вас есть. Можно добавить семена. Будет только вкуснее. Все это мы растягиваем на противень. У нас получается тесто достаточно густое, но не прилипающее к вилке. То есть мы можем его при помощи вилки извлечь из того объема, той посуды, с которой мы все замешали. И при помощи же вилки растянуть на противень, потому что тесто легко от вилки отлипает. То есть не потребуется пачкать руки. Все. Обычно я ставлю в духовку на 200 градусов. Она разогретая. Почему я ставлю в духовку такой пирог? Потому что у меня уже там что-то печется. Вчера как раз-таки я готовила ужин. Часто меня спрашивают, Яна, когда вы следите за своими детьми и мужем, когда вы им готовите. Учера, например, делала такой классный большой ужин. И в Далее электричество стоит дорого, поэтому я все в одной духовке, все пеку. 200 градусов. По готовности, смотрите, вы можете вилкой протыкать. Я, например, люблю, когда такой пирог, он достаточно не сухой. Мне нравится ощущение, что вот он такой вязкий. Но можно его подсушить побольше. То есть вы выпекаете именно с суша его. То есть его не нужно до корочки поджаривать. Можете, кстати, если вы любите корочку, сверху чуть-чуть оливковое масло полить. Все будет достаточно вкусно. Кстати, оливковое масло пару ложек можно непосредственно в тесто замешать. Будет только лучше. Вот такой спокойный рецепт. Можно обойтись без кефира. На самом деле в этом рецепте основной банан и стружка кокоса, а также какао. Вот только с тремя этими ингредиентами уже можно сделать прекрасный-прекрасный вот такой бисквит а-ля сухое печенье. Следующее мое открытие заключается в том... Кстати, да, обратите внимание, я не забыла то, что яиц нет в этом бисквите, в этом печенье. И яиц не будет также и в следующем. Бисквите, наверное, так можно это назвать. Вообще, я начала печь без яиц и удивилась, что часто бисквит получается более мягким и более вкусным как раз-таки без яиц. Когда яйца однажды у меня просто закончились, а детки просили мамы, испеки, испеки пирог, испеки пирог, либо испеки блины. Блины, кстати, тоже прекрасно получаются, а ладьи тем более без яиц. Итак, нам потребуется одна, ну, конечно же, перезрелая груша. Купила любимым деточкам груши. Груши никто не ест. И нам потребуется вот для тех ингредиентов, о которых я сейчас буду рассказывать, примерно одна большая очень спелая груша, либо две не очень спелых, либо одна, допустим, большая и половина откусанная, тоже большой, но ребенок ел-ел, не доел, вот лежит уже несколько дней, дозревает груша. Но здесь потребуется нам млендер для того, чтобы грушу перемолоть. То есть она должна стать грушевым пюре. Соответственно, мы получили грушевое пюре, хотя, если груша очень мягкая, ее тоже можно попробовать растолочь вилкой, потому что при выпекании груша станет еще мягче, и ее, в общем-то, будет практически не ощутить в самом вкусе бисквита. Потребуется также банан. Но здесь банан опционально. У меня всегда есть груши и бананы, которые дети не доели. Поэтому банан груши. Банан даст очень хороший ванильный вкус, а груша даст то, что давал нам кефир в прошлом рецепте. То есть груша, она выделит сок, соответственно, мы, что называется, как в Италии говорят, анунгары. То есть увеличим массу нашего бисквита при помощи груши, как при помощи кефира в предыдущем рецепте. Мука. На глаз мешайте муку. Тесто не должно быть не очень тугим, иначе оно будет очень тверным, не очень мягким, иначе оно будет прямо-таки невкусно мягким. Соответственно, добавляем муку. Мед либо сахар. У меня сахара дома вообще нет. Я добавляю мед. Сколько меда добавлять? На такую консистенцию 4 ложки меда будет достаточно столовой. Но если вы не хотите сладкого бисквита, потому что сладкая груша перезревшая, плюс сладкий банан, вы можете меньше добавить, можете вообще не добавлять. У вас все получится достаточно, ну, недостаточно, на самом деле, вкусно. Особенно, если вы адепт, что называется, здорового питания. Все. Больше ничего не нужно в этот рецепт. Можно орехи, конечно же, добавить. Будет еще вкуснее. Но от себя лично скажу, что если у вас есть замороженная малина, либо любые замороженные ягоды, а здесь важно иметь именно замороженные, потому что я пробовала разморозить, ну, как всегда, я хотела сэкономить на электричестве, чтобы у меня плита не разогревала, точнее, духовка не грела замороженную малину. Я попыталась малину разморозить, но в таком случае, если мы на противень выкладываем размороженную, допустим, малину, либо любые другие ягоды, любые ягоды можете взять, у нас этот бисквит становится таким неприятно влажным, он прям-таки невкусный становится. Если малина замороженная, то бисквит пропекается, а малина к тому времени, что называется, растаяла. Она сохраняет, то есть она не впитывается в бисквит. На самом деле, очень советую вот на такую базу бисквита, а точнее, такой бисквит выкладывать на замороженную какую-то ягоду. В нашем случае это всегда малина, если она есть, но если нет, дети с радостью съедают и вот такой сладкий бисквит. Полезно, все очень-очень хорошо. Картофель запеченная. Если вы были в Италии, возможно, вы удивлялись, а, возможно, не удивлялись, потому что вы знаете этот рецепт, как вкусно в Италии запекают картофель. Я бы никогда не догадалась, если бы не увидела у своей подруги, как она готовит этот картофель. Необходимо картофель почистить, либо не чистить. Есть специальный картофель, который запекается со шкуркой, еще вкуснее получается. Его необходимо порезать на достаточное количество кусочков. Если картофель мелкий, то пополам. Если картофель крупный, то, соответственно, как любая хозяйка режет. В Италии запекают картофель традиционно при помощи, точнее, с добавлением моркови. Морковь с самыми обычными кубешками режется, а вот потом очень важно. Я, как раньше, запекала картофель. Вот так порежу, перемешаю с морковью, сверху полью оливковым маслом, посолю, если нужно. Если не нужно, каждый солил себе уже на тарелке, и все в духовку. И картофель получается сухим. Что нужно сделать? Нужно полить оливковым маслом, опустить туда собственные руки, для этого очень хорошо подойдут одноразовые перчатки, и все перемешать. То есть каждый кусочек картофеля должен быть в оливковом масле. Но это может быть не оливковое, любое растительное масло вы можете использовать. Все, мы вот таким образом перемешали, посолили сверху. Внимание, сверху очень важно солить. Тогда картофель не будет соленым. И он сохранит свой вкус, но сверху, когда будет попадать соль, будет очень хорошее ощущение. Именно так готовится картофель в Италии. По крайней мере, меня подруга, итальянка, научила. И все, отправляете в духовку, ставите на любую температуру, при которой вы привычно выпекаете. Можете поставить гриль, и, соответственно, у вас будет корочка. Можете гриль не ставить, и просто картофель пропечется. Вы увидите, насколько он будет мягким. И плюс вот этот трюк, не сначала солить, потом оливковое масло, либо любое растительное масло, а сверху солить. И вы увидите, какая разница во вкусе произойдет. Вижу, что уже 11 минут видео. У меня еще два рецепта. О них я расскажу в следующем видео. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.